День международной солидарности трудящихся Всех приветствую, поздравляю с праздником, с Днем международной солидарности трудящихся Геннадий Иванович Козырев, профессор кафедры политической социологии, доктор социологических наук Геннадий Иванович, добрый день Добрый день С нами на скайпе Шишкин Игорь Сергеевич, эксперт и публицист Игорь Сергеевич, добрый день Здравствуйте И чуть позже к нам должен присоединиться Юрий Васильевич Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Действительный государственный советник Российской Федерации третьего класса Дмитрий Георгиевич, сегодня мы отмечаем этот действительно замечательный с любой точки зрения праздник Весенний день международной солидарности трудящихся Может быть даже чисто технически самый светлый праздник И международная солидарность была очень мощным инструментом и борьбы за мир, ну и чего там говорить Продвижением, мощным средством продвижения советского влияния Сегодня у нас с правами трудящихся большие проблемы Запад нам объявил гибридную войну В каких условиях, в каком настроении отмечаем праздник? Ну, когда в 1991 году случился слом силами контрреволюции советской страны И социалистической системы В общем-то, этот праздник, День международной солидарности трудящихся Хотя в скорости он был переименован новыми властями в День весны труда Наоборот, приобрел свой исконный смысл Его вновь трудящиеся стали воспринимать как тот самый день Международной солидарности трудящихся Который связан с борьбой за свои права И с установлением контактов между различными национальными отрядами рабочего класса С тем, чтобы усилить совместное противостояние капиталу Понимая, что капитал есть вещь интернациональная И бороться с ним и побеждать его можно только, соответственно, усилиями Интернационального, многонационального рабочего класса Но, в общем, мне кажется, что суть и смысл этого праздника Не был исчерпан и в советское время Хотя сама власть советская была властью трудящихся Но, тем не менее, было понимание, что нужно продолжать совершенствовать эту систему Нужно усиливать права и правовую систему В том числе, чтобы она наиболее полно отвечала интересам рабочего класса и крестьянства Это, кстати сказать, сказалось в момент принятия Брежневской Конституции Это был следующий уже шаг на пути фиксации, в том числе законодательной фиксации Прав, гарантий, возможностей трудящихся И слово возможности очень важно в данном случае Потому что многие вещи, которые советская власть декларировала С самого начала, с самого момента своего прихода Можно было в полной мере реализовать Такие, как защита детства, материнства, семьи Только по мере того, как общество становилось богаче Когда она преодолевала потери войн Первой мировой войны, гражданской, интервенции Потом вот этой глобальной интервенции Которой стала для нас Великая Отечественная война и борьба с фашизмом И вот это размышление, работа над совершенствованием систем Она продолжалась и в советские годы И уж тем более в части международной солидарности трудящихся Тоже смысл этого праздника сохранялся Поскольку была острая необходимость поддержать революционное движение в разных частях мира Была острая необходимость помочь крушению колониальных империй И тот факт, что сегодня многие страны, вопреки жесточайшему давлению Понимая издержки, которые могут быть во взаимоотношениях с самой крупной империей современного мира Соединенными Штатами Америки Тем не менее, не голосуют в ООН за антироссийские резолюции Это не благодаря современной России Это дан памяти тому, что наша страна, когда называлась советской, социалистической Помогла им, в том числе, освободиться от колониальной зависимости Так что сегодня, в полном смысле слова, этот день является днем борьбы Днем, когда трудящиеся заявляют о своих правах Размышляют о том, в каком состоянии сегодня находится Страна, мир, рабочий класс, крестьянство И как напоминание об историческом опыте борьбы за права трудящихся Этот день крайне важен Геннадий Иванович, ну вот за всеми этими событиями Мы, может быть, ну не мы с вами, наверное Как-то забываем, что трудящиеся это основа всего Помните, Мария Ташегинян, Мессмент Стоит вам опустить руки, вещи исчезнут, станут музейной редкостью Вот с каким настроением трудящиеся встречают сейчас 1 мая С какими доходами, с какими видами на будущее Что об этом думает социология? Ну если обратиться к социологии, то здесь, конечно, не очень радужные данные Почему? Потому что за 30 с лишним постсоветских лет Наше так называемое буржуазное правительство И, естественно, и крупный капитал предпринимателей Они приложили огромные усилия для того, чтобы нивелировать все эти советские праздники Это касается и 7 ноября, праздник Октябрьской революции Это касается и 1 мая Почему? Потому что эти праздники все-таки носят классовый характер Они именно направлены на свободу, на независимость Или на защиту прав трудящегося народа И поэтому, если мы возьмем цифры То где-то в 1994 году праздновать 1 мая Хотели примерно 65% населения Российской Федерации по опросам То уже где-то в 2010 году где-то до 50% скатились В настоящее время это где-то 45-46% населения Которые хотели бы праздновать этот праздник При этом вот эти все праздники еще каким образом нивелировались? Ну, допустим, мы знаем, что 7 ноября фактически сделали таким образом Что его пытаются заменить Днем Народного Единства И таким образом противопоставить Здесь же весь упор в праздновании 1 мая Делается на День Победы целенаправленно Потому что начинается уже подготовка празднования к День Победы Чуть ли не за месяц И во всех, как говорится, средствах массовой информации Я считаю, что, конечно, это великий, очень хороший праздник И его надо праздновать Но, тем не менее, старается вот таким образом нивелировать 1 мая День Трудящихся Почему? Потому что он для правящего в России класса Он является чуждым праздником Это, во-первых Во-вторых, сама социальная база Вот этих, я бы так сказал, трудящихся Прежде всего, промышленного пролетариата За 30 лет она почти ликвидирована Ликвидированы крупные промышленные предприятия А это крупные промышленные предприятия Есть социальная база пролетариата Именно прежде всего Крупных, как говорится, таких агломераций Крупных заводов Поэтому, если у нас промышленность И машиностроение упали на 90% Вот сейчас мы кинулись Оказывается, надо нам свою промышленность восстанавливать Самолетостроение уничтожено полностью Станкостроение уничтожено полностью И вот сейчас кинулись Надо что это делать, восстанавливать И вот теперь вспомнили про сталинскую индустриализацию Так вот, здесь основа Когда уничтожали, целенаправленно уничтожали промышленность Для того, чтобы и уничтожить промышленный пролетариат И таким образом заменили различными другими праздниками Поэтому, значит, здесь вот сама борьба нивелируется И только от 3 до 5% высказывается Что действительно этот день солидарности с трудящихся И день борьбы за свои права То есть, вот у нас из этого праздника В течение 30 лет вывелась вот эта вот борьба Тем не менее, не совсем Еще посмотрим, что будет дальше Так, Игорь Сергеевич Вот многие говорят, упрекают нас Может быть, совершенно справедливо упрекают Что мы проигрываем информационную борьбу Особенно на Западе И действительно, я вспоминаю Вот в советское время у нас действительно Был международное движение за мир Был движение неприсоединения Были отличные отношения с рядом капиталистических стран Как, например, Финляндия Неплохо у нас были неплохие позиции в Германии Во Франции, в Италии Сейчас наши власти долдонят эту унылую фразу У России нет друзей, только собственные интересы Почему сегодняшняя власть практически утратила способность Искать именно друзей, союзников Апеллировать к солидарности Ну, знаете, друзей, конечно, всегда надо искать Потому что враги сами найдутся Это давняя истина Но, с другой стороны, переоценивать это тоже нельзя Вот вы сейчас сказали, там, Финляндия была другом Финляндия была другом, потому что она очень хорошо Узнала, что такое быть врагом Советского Союза И оставалась нашим другом, пока боялась А сейчас она, задрав штаны, бежит в НАТО И не от того, что мы с ними не дружили А от того, что мы стали слабы А Вашингтон усилился Вот и все Это раз Во-вторых, про все эти движения За мир и все остальное Это, конечно, очень сильные движения Это все хорошо и все это прекрасно Но, опять-таки, давайте не будем переоценивать И не будем воспринимать пропагандистскую картинку Как реальность Да, было мощное Действительно, вот когда нам удалось Это мощное движение за мир Против размещения ракет средней дальности в Европе Да, это факт Вот это был крупный успех Нашей внешнеполитической пропаганды Но А давайте вспомним Что получилось Так сказать, в сухом остатке Это движение Что-нибудь нам дало? Ничего Абсолютно То самое соглашение о ракетах средней и меньшей дальности Оно отражало именно баланс сил Того времени И вот это движение Если бы не было этого баланса сил Ничего бы не изменило Далее По поводу того, что мы ранее использовали Да, в 20-е годы действительно Вот когда это работало Это в 20-е годы В 20-е годы действительно Поддержка трудящихся по всему миру Очень сильно помогала Советскому Союзу В те времена, когда Рабочий класс западных стран Воспринимал Советский Союз Он поддерживал, кстати, не Советский Союз И не Советскую Россию Он поддерживал тот Идеал Который, как им казалось В Советском Союзе воплощается в жизнь И в скором времени может воплотиться у них В 20-е годы это было Но затем, как мы знаем Ситуация изменилась И Запад очень хорошо нашел способы Как переформатировать сознание Этого пролетариата Далее Говорить о том, что мы проиграли Информационную войну Западу На западной территории Это, по-моему, неправда По той простой причине Что невозможно эту войну было выиграть Запад не собирался Предоставлять нам возможность Работать на его информационном поле Он пресек это полностью И здесь он не церемонится Давайте-ка Вот сейчас Последняя новость У нас все обсуждают А как можно Где-то информацию ограничить А по каким критериям Какое решение принял Евросоюз Для социальных сетей Как только Их деятельность Не соответствует Политике безопасности Евросоюза 6% от мирового Не только в Евросоюзе Мирового Их оборота Штраф Естественно, что никаких четких критериев У нас все А вот как отделить Какие критерии Как мы распишем Там этого нет Будет сидеть группа чиновников Которая будет определять Так, это соответствует Информационной политике Евросоюза Соответствует Не соответствует Получим Многомиллиардный в евро Штраф Какая там может быть Информационная война И как мы там можем Что-то делать Вот где мы действительно Проиграли информационную войну Мы проиграли информационную войну До 2014 года На территории Украины Там мы могли работать Но мы там не работали Вот это было поражение А с Западом Нет К нам присоединился Юрий Васильевич Крупнов Вот С него мы сейчас и спросим Как говорится Тут на днях Был опубликован Довольно интересный опрос Институт за социологией РАН О капитализме и социализме Может быть кто-то видел Там были две таблицы сравнительные И качество Которое наиболее присуще По мнению опрошенным Социализму и капитализму И вот примерно Только один процент опрошенных Считает, что при капитализме Например Возможен настоящий патриотизм А сейчас мы видим Правящий класс У нас прям побежал записываться В патриоты В том числе и бывшие записные Либералы И те, кто нас опрекал Говорил про нас всякие Гадости красно-коричневые И все такое Теперь тоже стали патриотами Вот Что в этом плане происходит Нет ли здесь какого-то противоречия Или может быть это просто конъюнктура Я считаю противоречия нет Ну сразу хочется конечно вспомнить Знаменитое выражение О том, что патриотизм Это последний прибежище негодяя Имея в виду не в том, что патриотизм плох А в том, что когда уже ничего не остается Они как раз нам это тогда говорили Соответственно ему приходится записываться В ультрапатриота Где и мы все с вами скоро окажемся Какими-то уже очень непатриотичными На их фоне Это первый момент Но второй момент Вот эти опросы показывают На мой взгляд фундаментальную ситуацию Связанную с первым мая Потому что ведь Понимаете Я сам себя ловлю на этом Трудящиеся относимся Ну как-то немножко Ну не то, что пренебрежительно Я не отношусь к пренебрежительно Конечно Но как бы трудящиеся Что-то такое из старого прошлого То ли уже это рабочие Да Вот там интеллигенция уже непонятно Трудящиеся Вот А ведь если вдуматься Это те, кто созидает Да И конечно Как быть патриотом страны Если ты например отсюда грабишь Ну как в чужом где-то доме Да Ты не думаешь о развитии Своего дома и своей территории Конечно просто невозможно Быть патриотом Если тебе задача Получать максимальную прибыль Любой ценой А в нашей деиндустриализованной стране Это по-простому Вывозить сырье И как на компрадорских основаниях Так сказать Интегрироваться в так называемое Мировое сообщество Для того, чтобы побольше заработать Но это не просто не патриоты Это конечно Ну я бы так сказал Люди, которые с пренебрежением Относятся к территории Называемой Российской Федерацией Поэтому Это очень тесная интимная вещь Патриотом можно быть того Что ты зиждешь Созидаешь Что ты любишь Поскольку это твои творения Где твои семьи Где ты так или иначе Хочешь им благосостояние добра Это опять же созидание Это опять же тяжелый И постоянный И высокопрофессиональный труд Поэтому С моей точки зрения В этом нет ничего удивительного И ведь Можно как угодно Относиться там К советскому прошлому Хотя я считаю Антисоветизм Это самое главное Что подрывает И нашу экономику И все что угодно Вот Но Понимаете Вот эта идеология Кто не работает Да не ест Во-первых Это евангельско-христианская заповедь Которая Даже не в плане Что она христианская Которая идет Вот тысячелетия Да И это принцип А какой принцип У капитализма Кроме того Что Кто смел Тот и съел Да Ну какой Кто не работает Тот и ест Я уже не говорю Про эти знаменитые Шурика Так сказать Около Шурика Сентенции Но Смысл заключается Еще раз И мы сегодня Мы сегодня И вот я в частности Когда слышу социализм Я прежде всего Имею ввиду Созидательное начало Вот это на мой взгляд Фундаментальное основание Поэтому и 1 мая Надо правильно Крепче восстанавливать Надо его Защищать максимально Потому что Если мы 1 мая Потихонечку Тоже куда-то Отодвинем Маргинализируем Окончательно Это будет означать Что созидательная роль В стране Превратим в день шоу По поводу Дня весны и труда Да То есть вот это вот весна Как бы там Дальше еще какие-нибудь Валентиночки начнем Это все превращать Да Вот Это вопрос труда Созидания На благо родной страны Своей семьи Своего народа Ну как Дмитрий Мне кажется В вашем вопросе Есть еще один ракурс Мимо которого Не хотелось бы пройти Это вот Тактика Взятая сейчас На вооружение Частью либеральных Кругов России Вообще либералы Тех 90-х годов Того разлива Они мне кажется Разделились сегодня Или жизнь их разделила На три категории Часть и искренне Переосмыслили Свои позиции Это те Кто действительно Считали Что либерализм Может быть полезен Россия Потом они поняли Что либерализм Ведет в тупик И в этом смысле Здесь нет У них внутреннего конфликта Между их либерализмом Вчерашним И сегодняшним патриотизмом Но есть еще две категории Одна Это те Искренние И менее опасные Для нас либералы Кто Как был В общем Либералом Где-то Даже в лучшем смысле Этого слова Да Наследники Старых Добрых Либеральных принципов И кому кажется Что сегодня Слишком много Болтовни Про патриотизм Как они говорят Что Мы мол В эту Болтовню Не верим И поэтому Мы раз и за границу Но есть третья категория Либералов Самая опасная Которые сейчас Закладывают Очень серьезную Мину Под будущее России Они Перелицевались В самых Агрессивных Патриотов Сегодня И начинают Нас с центральных Телеканалов Учить родину любить Учить патриотизму Но они же законченные Либералы Они Потому что Во-первых Они сохраняют Многие Свои жгучие Антикоммунизм Не могут его не высказывать А жизнь Любого вменяемого Человека Научила Что Ну по крайней мере Не будем сейчас Исторические срезы брать По крайней мере На сегодняшний день Антисоветизм Есть русофобия Их это не смущает Они Продолжают Клемить Коммунистов И при этом Говорят Что они Патриот Они сегодня Своими тушами Отодвигают Всех во власти Тех Кого можно Называть патриотами Может где-то С оговоркой Где-то Сомневающиеся Патриоты Глуповатые Патриоты Но патриоты А эти же Это просто Циничная публика Которая поняла Что за границей Ей делать нечего Что ей надо Пережить эти времена И поэтому Сейчас мы Патриоты Внешне Внутри Мы остаемся Честны С вами Перед собой Остаемся Катакомбными Либералами Скрытыми Но завтра Они будут Мстить За свое Собственное Иезуитство За то что им Пришлось Перекраситься За то что им Пришлось Лукавить Обманывать Хитрить Выкручиваться Вот завтра Если поменяется Ситуация Они будут Гораздо опаснее Той категории Либералов Которая Слиняла За границу Только с этой Публикой Может быть связано Второе издание 90-х Вот именно с этой Публикой В нашей стране Новое издание 90-х Давайте сейчас Я вас познакомлю С результатами опроса Которые мы провели На нашем сайте И вот такой вопрос Поставили Главная причина Войн в современном мире Это Амбиции политических Лидеров Так считает 1% Вражда международными Так считает Тоже 1% Затруднились Ответить 1% И противоречия Капиталистической Системы 97% А Игорь Сергеевич Не надо быть Теоретиком Марксизма Ленинизма Чтобы понять Что в принципе Война Это свойство Органически Присущее Капитализму И капитализм Постоянно Порождает Войны Вот Что вы об этом Сказали Капитализм Выводит эти войны На уровень Мировых войн Вот это Действительно Он вывел И превратил Войны В чудовищное Истребление Миллионов и миллионов Людей Это да И вот если касаться Праздника То здесь Я считаю Что нужно Не столько Уделять внимание Сохранить Старое содержание Праздника Или еще что-то Сколько Поставить вопрос О том Что нужно Чтобы этот праздник Соответствовал Реалиям Сегодняшнего дня Первое мая Действительно Стал Международным Днем Который Отмечали В свое время Люди Выходили На маевки Их Разгоняли Дубинками Расстреливали Эти демонстрации Но люди Выходили Потому что Это воспринималось Тогда И именно Было наполнено Реальным содержанием Борьба Рабочего Класса Вышедшего На арену С капиталом Который Тогда тоже Вышел На арену Вот это Была Международная Борьба А вот Сейчас Сейчас Встает вопрос О том Что Нужна Именно Международная Солидарность Для борьбы Со злом В новом Проявлении Вот этот Самый Капитал Вышел На принципиально Новый уровень Транснационального Капитала Он Действительно Уже Создал Интернационал Там Рабочий Класс Создал Первый Второй Третий А у них Интернационал Реально Работающий И это Действительно Интернациональная Единая Сила И бороться Против Этой Силы Нужно Действительно Вот здесь Я Дмитрием Георгиевичем Совершенно Согласен Только на Национальном Уровне Невозможно Это Должно Быть Международная Борьба Сейчас Эта Международная Борьба Пока Выливается Только В движение Всевозможных Антиглобалистов Которые В общем-то Может быть Даже тот Самый Транснациональный Дискредитировать Эту идею Вот когда Мы наполним Первое мая Смыслом Борьбы С новой Угрозой Всему Человечеству Когда это Будет день Борьбы Всего Человечества Против Раковой Опухоли Угрожающей Не только Конкретной Стране А всему Человечеству Вот тогда И этот Праздник Будет восприниматься Совершенно Иначе Геннадий Иванович В продолжение Этого Вопроса Действительно Может быть Люди иногда Теряют Своё отношение Допустим К 1 мая Может быть К 7 ноября Поскольку Пропаганда Против них Работает Но Исследование Показывает Довольно Интересные Данные Вот Скажем Социализму Присущи Такие Позитивные Характеристики Как Порядок Справедливость Взаимопомощь Нравственность Всё это Получило Высокие Оценки Характеристики Капитализма Власть Узкой Группы Людей Коррупция Социальная Незащищенность Бедность То есть Получается Люди Оценивают Довольно Трезво Качество Социализма И капитализма Несмотря на Всю пропаганду Так Ну Безусловно Социалистические Различные Тенденции В нашем Обществе В последнее Время Наблюдаются Очень явно Ну Мы уже Неоднократно Здесь говорили Что примерно 65% И при Различных Опросах Отдают Предпочтение Именно Социалистическому Хозяйственному Укладу И Социалистической Политической Системе Но Дело в том Что я уже говорил Что эти силы Как правило Раздроблены И Наши Как так Называемые Властьимущие Они стараются Сделать Все возможное Чтобы подменить Эти праздники Или каким-то образом Их извратить И показать Их В общем-то Можно сказать Такую Поверхностную Или Бутафорскую Сущность В качестве Примера Можно привести Наш Как говорится Наш Соседний Казахстан Ведь там Как сделал Назарбаев Интересно Он 1 мая Превратил В день Единения Казахского Народа И фактически На националистических Таких основах Таким образом Праздник Был извращен Ведь задача Вот этого Капиталистического Правительства Что у нас В стране Что значит В Казахстане Что в других Странах Особенно Бывшего Социалистического Лагеря Сделать таким образом Что вроде Праздник Он и есть А уже Праздник Совершенно Не тот Но Геннадий Иванович Тем не менее Когда людей Спрашивают Про конкретные Качества Социализма И капитализма Все понимают Все очень четко Все понимают Очень четко Но нет Той основы Которая дала Возможность Там бороться За эти свои Права Почему Потому что Кроме того Что был уничтожен Промышленный Пролетариат В нашей стране Были фактически Ликвидированы Независимые Профсоюзы Сейчас местами Они создаются Но они очень С трудом Где-то держатся Потом Что характерно Что правительство Никак не обеспечивает Гарантию Их независимой Работы Независимого Действия Поэтому есть Вот тот Огромный От Советского Союза Оставшийся Шмаковский Так называемый Профессиональный союз Который По сути дела Является Подпоркой Государства Который фактически Не работает На защиту Трудящихся И попытка Создать отдельные Профсоюзы Но она пока Не получается Фактически В настоящее время Оппозиция Раздавлена И вот что касается Здесь я хотел бы Как социолог Сказать о Предательстве Непредательстве О патриотизме Элит Год назад Было проведено Очень интересное Исследование Патриотизм Снизу Когда опрашивали Именно Насколько Патриотичным Являются Государственные Чиновники И простой народ И оказалось Что государственные Чиновники Примерно потянули По различным регионам Потянули на 30 В среднем Примерно на 30 Процентов То есть Их патриотизм То есть Те люди Которые стоят У государства Которые должны Как говорится Рубаху рвать За государство Они лишь на 30 Процентов Оказались Патриотичны По различным Критериям Это очень сложные Были исследования В то время Когда простой народ Оказался 45 Процентов Это очень важный Ракурс Может быть даже Заслуживающий Специального разговора В рамках программы Точка зрения Это как раз Современное состояние Профсоюзов То что вы Сейчас затронули С одной стороны Шмаковские Профсоюзы Действительно За последние Годы Да теперь уже Десятилетия Прошли Эволюцию Негативного Свойства То есть Они не учились Классовой борьбе И защите Интересов Трудящихся А все больше Больше приспосабливались И вписывались В ту Государственную Систему Которая Интересам Трудящихся Зачастую Противостоит Я это могу Проиллюстрировать Даже конкретными Примерами Конкретных Отделений Когда Были времена На рубеже 90-х И нулевых Годов Когда целые Областные Краевые Организации Официальных Так сказать Профсоюзов ФНПР Возглавляли Наши товарищи Люди с партийными Билетами Членов Коммунистической Партии Российской Федерации Но сейчас Днем с огнем Не сышишь Потому что Их выдавливали Выдавливали И сегодня Деполитизировали Профсоюзы Полностью И значит Их в общем Сделали совершенно Беспомощными Что касается Так называемых Независимых Профсоюзов Там тоже Не все так просто Их путь К Объединению Деятельности С политическими Силами Левого толка В России С коммунистической Партии Российской Федерации Тоже будет непростым Потому что В отличие от ФНПР Это уж совсем Небольшие организации Достаточно Слабые пока еще И люди Которые работают На производствах Несмотря на членство В профсоюзе Все таки Очень зависимо От работодателя Им приходится Все время Оглядываться Поэтому До тех пор Пока не удастся До конца Осуществить Смычку Профсоюзного Движения Рабочего движения И Деятельности Коммунистической Партии Которая имеет Крупное представительство В органах Государственной Власти Будут проблемы По защите Интересов Потому что И тот элемент И другой Очень важны Для того Чтобы интересы Рабочего класса И крестьянства Были защищены Работаем сейчас Над этим направлением Дмитрий Георгиевич Мы четко видим В том числе И по опросам И в том числе По опросу РАН Который мы сегодня Цитировали Какие настроения Существуют в народе И как эти настроения Меняются И что власть Пытается к ним Каким-то образом Приспосабливаться Вот какие здесь Могут быть Варианты Развития событий И какое место Видят В этом развитии События коммуниста Какие задачи Перед собой ставят Власть Любая власть Она Действует С известной долей Популизма Но по крайней мере Пока хотя бы Какая-то Толика Демократических Процедур Существует Любой Избранный Чиновник Должен понимать Что он когда-то Опять выйдет на выборы И что-то ему придется Говорить Да Эта связка Мы знаем В реальности Не очень жестко действует Но некоторая глядка Все-таки присутствует Именно поэтому Создутся пиар-службы Задача которых Если не объяснить Что человек Выполнял Свои предвыборные Обещания То обмануть Что якобы Он выполнял Свои предвыборные Обещания Но пока Сама ссылка На то Что это честный Порядочный человек Который какие-то Обещания Выполняет Она пока Имеет значение В политической жизни Многих стран При всем При всем При всем Жульничестве Поэтому Есть некая Динамика Процессов Которая побуждает В том числе Действующую власть Меняться А Менять форму Своей деятельности Иногда подтягивать Содержательные вещи Под эту форму Потому что Иначе разрыв Будет слишком сильный Между формой И содержанием И тогда не удастся Удержать ситуацию Под контролем Что я имею ввиду Ведь по сути дела Мейнстримной Для 90-х годов Во власти была идея Патриотизма Пробежища негодяев И в другом смысле В другом смысле Что патриотизм Это плохо Просто плохо Нас как раз называли Негодяями Я помню Поэтому родился термин Красно-коричневый То есть вы коммунисты И вы патриоты А раз вы патриоты Вы коричневые А быть коричневым И быть патриотом Это плохо То есть логика Вот такая была Выстроена Примитивная Но очень четкая Потом оказалось Что патриотизмом Быть не так уж плохо Потом оказалось Что это связано С тем Что у России Есть национальные интересы Что было заявлено В Мюнхенской речи Президентом Путиным А потом возникает вопрос А как вы На фоне растущего Противостояния С Западом Даже исповедуя Патриотические ценности Сможете эти ценности Отстоять И независимость России Отстоять И безопасность Ее защитить И от агрессии Внешней оградить Если вы Не реализуете Другие задачи Если вы Не реализуете Задачи экономического развития А задачи экономического развития Связаны с Явно усилением Роли государства Явно усилением Плановых начал И конечно Преодолением Того социального раскола Который устраивает Войну внутри страны Социальный раскол Всегда устраивает Войну внутри страны Потому что Если люди видят Что есть сверхбогатые Которые тебя эксплуатируют У них всегда будет Недоверие К государству Которое Этих сверхбогатых Поощряет Какие бы Внешние вызовы Не возникали Человек всегда будет На распутье Он всегда будет Размышлен А где главный враг вообще Внешний Или внутренний В высоких ли кабинетах Сидит главный враг Этот вопрос Всегда будет присутствовать До тех пор Пока существует Серьезный социальный раскол Если ты Даже будучи Буржуазным Капиталистическим Политиком Во власти Начинаешь это понимать Начинаешь Как молодежь Говорить Догонять эти вещи Тогда ты начинаешь Присматриваться К тем Программным положениям Пусть даже Без ссылки на Компартию Но реализовывать Те вещи Которые в программе Компартии Российской Федерации Записаны И про национализацию И про планирование И про многие другие вещи И даже книжки Потом начинаешь Издавать Где эти вещи Продвигаются Представителями Органов государственной власти Но есть Кроме внутреннего Контура Что очень важно Есть внешний контур Я Вообще Замечаю Что и сегодня Мы здесь Элементы дискуссии Присутствуют Той Который Очень активно ведется На разных площадках Относительно того Что происходит С информационной войной А мне кажется Нет противоречия Между двумя тезисами Одни говорят Мы информационную войну На западе проиграли Другие говорят Да мы туда не пришли Нас туда не пустили Но если нас туда не пустили То мы же все равно И проиграли Мы в ней не участвовали Да Нас не допустили До участия Да Значит силенок не было Для того чтобы Нас допустили До участия В войне там Поэтому Мне кажется Что эти две точки зрения Это спор бессмысленный Здесь нет противоречия Сказать что у нас Совсем нет Никаких шансов Вести информационную войну На западе Да неправильно Я не знаю Здесь есть спор Наверное время рассудит Кто прав Но когда Некоторые из В том числе Прорежимных Провластных экспертов Говорят что Отключение инстаграма Это не выход Надо было научиться Бороться в инстаграме Может быть в этом что-то есть Россия буржуазное государство Но Для левых Патологически свойственно Разбираться в теме Справедливости вообще И социальной справедливости В частности Именно поэтому Левые партии Организации Коммунистические организации В состоянии разобраться На чьей стороне Справедливость В ситуации на Украине И вокруг Украины Они понимают Что усиление Американского империализма Это плохо Это тоже связано С коренными Интересами левых А не потому что Они московское правительство Готовы защищать Но в силу Ряда мотивов Они дают Именно Точные Справедливые оценки И пока я что-то не видел Чтобы любимая Многими здесь Провластными Кругами Марин Липен Проводила митинги Демонстрации Против поставок оружия На Украину А левые партии Проводили и в Греции И в Италии И в других странах Но Вот это Блин Классовая сущность Российской власти Приводит к тому Что они Перебрали тысячи Западных политиков В кого нужно Вложить деньги Чтобы пророссийская тема Звучала на Западе В западных СМИ И в западных социальных сетях И категорически Не хотят сотрудничать С левыми организациями Хотя казалось бы Здесь Ну самые большие возможности Присутствуют В том числе Чтобы начать наконец-то Поучаствовать И не совсем проиграть Информационную войну на Западе Игорь Сергеевич Вот опять же Давайте вернемся Все к этому опросу Ран Который был очень интересный И очень показательный И Может быть причины Этого опроса И публикации Результатов Что власть пытается По крайней мере Разговаривать с народом На каком-то близком ему языке И Как вы думаете Насколько эта попытка Будет искренней Насколько она будет Успешна И готова ли вообще Российская власть Поворачиваться в сторону Социализма Ну То что туда Хочет повернуть Весь народ Это все опросы показывают С этим никто особо И не спорит Вы знаете Есть такое понятие Сила вещей Она Гораздо сильнее Сила вещей Нежели Чьи-то конкретные Намерения Вот Не так давно Президент Выступал На Заседании На коллегии Генеральной прокуратуры О чем он там говорил Он говорил О том Что противник Постарается Расколоть Российское общество Прозвучало это Прозвучало Про национал предателей И про пятую колонну Прозвучало Прозвучало Что это вот Просто-напросто Сейчас глаза Открылись Нет Мы вошли в такую фазу Борьбы с западом Точнее Войны запада Против России Что деваться Деваться уже некуда И всем ясно Что вот эту пятую колонну Будут задействовать Что будут Использовать Социальный раскол Но сказать о том Что они будут Использовать Социальный раскол И дальше Ничего не сделать Это Пустоту Запретить Тему Социального раскола Невозможно Поэтому Если хотите Выживать То придется Деваться некуда Этот социальный раскол Каким-то образом Ликвидировать Сделать так Чтобы все было По-новому Но при этом Все осталось По-старому Не получится Просто-напросто По законам выживания Поэтому Сама жизнь Будет заставлять Сейчас Если Мы хотим выжить Если государство Хочет существовать Потому что сейчас Борьба идет Быть или не быть Для России Здесь ставку Нужно понимать Что в случае Проигрыша Россия не будет В прямом Физическом смысле Этого слова И это касается В том числе И тех Кто во власти И поэтому Изменять Внутреннюю политику Им независимо От личных пожеланий Придется Если они Не хотят Погибнуть Вместе с Россией Вот На этом Основан Мой оптимизм Юрий Васильевич 30 лет прошло После разрушения Советского Союза Но мы видим Что народ В себе Классовые интересы И классовое Мироощущение Довольно четко Сохранил Вот Опять же Все тот же опрос Когда спрашивают Про капитализм Про власть капитала Люди дают В преимущественно Негативные оценки Когда говорят про социализм Про народовласть Люди дают Позитивные оценки Вот что это Это Марксистское воспитание Советское воспитание Или это уже новые реалии Вот что называется Жизнь заставила 30 лет все таки прошло Уже целое поколение Выросло Мы должны понимать Что в этот вот Убогий В том числе Еще и убогий Капитализм Начиная с 90-х годов Не просто люди Какие-то Оказались Вот какие-то случайные А оказался Все-таки Пусть не деформированный Но советский народ И советские люди Я все время Очень часто Сейчас вспоминать стал Я не замечал никогда Конечно Вот например У меня мама Не являясь никакой Пламенной коммунистской Которая там могла И брякнуть что-то В хорошем смысле Там против кого-то Там и так далее Да все Но вот Ее присказка была Слуг в 17-м году отменили Ну по бытовому вопросу Типа там Мам принеси что-нибудь туда А она так Слуг в 17-м году отменили А господа все в Париже Мне эта фраза очень нравится Вот И в этом смысле В этом понимаете Это как бы все Такое бытовое Такое будничное Ежемесячно Но Возник народ Который в принципе Вот когда понимаете Когда в 90-е годы Я помню Как я сам И люди смотрели Там А вот там Слуги того-то Олигарха Или вот там У него обслуга Там еще чего-то Но это казалось дикостью То есть это казалось дикостью Потому что действительно В результате 17-го года Существился переход В формацию Где слуг По определению нет И вот это На мой взгляд Уже не выешь То есть В этом смысле Всем этим Замечательным В кавычках Реформатором Им не тот Конечно Народ достался Абсолютно Который Уже Потому что Это не До революционной До 17-го года И так далее Это совершенно Особый Уникальный Как его не называем Гомососы Советский народ Кто-то будет Гомососы Но холопов Из них не сделаешь Вот Поэтому В этом смысле И даже вот этот фильм Холоп Например Который там прогремел Я его Даже не смог досмотреть Он такой смешной Пустой Но неважно Но Вот это опять вся ситуация Потому что все равно Люди привыкли Достоинство Справедливость Как достоинство То есть да Если кто-то умаляется По крайней мере Объясняется почему Он совершил преступление Он соответственно Там лентяй Тунеядец И еще что-то Понятная картина Где все-таки Созидатель Труженик Ответственный За семью За страну Патриот И прочее Это безусловно Ценностные ориентиры Где Там не может быть Ни слуг никого Потому что это Единое общество Новое сообщество И так далее Поэтому Мне кажется Действительно Сейчас Ну такие вот Изучив все эти 30 лет Их можно рассматривать Как университеты По-горькому Мои университеты Каждый человек Может сказать Вот И конечно Нам быстрее надо Выскакивать Из этой Страшной архаики Глупой архаики Геннадий Иванович Как раз вопрос В эту тему Мы встречаем Сейчас 1 мая Тогда Когда капитализм Претерпевает Мучительную трансформацию Он может это отрицать Может нам говорить Что все хорошо Что все замечательно Но мы видим Что символ Российского капитализма Чубайс Спешно покинул Россию И за ним целым косяком Потянулись Лица поменьше Как вам кажется Ну есть ли возможность Каким-то образом Вернуть советский смысл Сейчас 1 мая И может быть даже Вот нашему бытию Я думаю Что согласен С предыдущими Ораторами В том Что действительно Россия сейчас Находится Желает она того Или не желает В силу сложившейся Обстоятельств На перепути Это страшный кризис Где действительно Вопрос Стоит быть Или не быть И наилучшим образом На этот вопрос Отвечают Вот те Донецкие Луганские И другие Повстанцы Или там как говорят Отряды самообороны Да Которые вывешивают Красные флаги Вот это Самые лучшие А кульминации Как говорится Вишенька Вот на торте Это вот Бабушка Которая вышла По ошибке Встречать Этих Нациков С развернутым Красным знаменем И В ответ на их Подачку Она сказала Под этим знаменем Воевали мои Значит Родители Я Не хочу брать От вас Подачку Раз вы топчете Это знаменем Это была Я думаю Такая пощечина И нашим Вот этим всем Либералам И нашим Чубайсам И нашим Другим Всем вице-премьерам Которые сейчас Побежали На запад Почему они Побежали на запад Потому что У них там Слишком много Уже наворовано Накоплено И они боятся Это потерять А для нас Для оставшихся Какой из этого вывода Для нас Для оставшихся Конечно жалко Что столько Много мы потеряли И вывезено туда Но я думаю Что очищение Вот это очищение Оно неизбежно И поэтому Чем больше Их сбежит Как говорится Да Вот И наверное Это будет лучше Для других людей Но Те что остались Во власти Об этом уже говорилось Здесь в начале Они все-таки Могут мимикрировать Они могут Как говорится Притаиться Ведь сейчас Вы посмотрите Настоящих-то Патриотов Среди коммунистов Оказалось бы Больше Среди левых сил А их не привлекают К созидательной работе На них не опираются Потому что Все-таки Классовая Вот эта вот Вражда Классовое Недоверие Перевешивает Рациональное Использование Этих кадров Я думаю Что несмотря на то Что мы потеряли Много исторического времени Сейчас у нас Есть все шансы Это время Нагнать Ну а Первому мая Вернется его истинный смысл День международной Солидарности Трудящихся С праздником вас Дорогие друзья С вами была программа Точка зрения Я и ведущий Дмитрий Аграновский До свидания Субтитры создавал DimaTorzok